Ваш сын настоящий мужчина, он помогает, он послушный, он весь такой хорош, он хорошо учится, он маме дарит подарки, не стешите радоваться. Часто эта женщина, она обижена на мужчин, потому что мужчины, главные мужчины в ее жизни, не оправдали ее ожидания. И подружки обычно что говорят? Вау, какой вот это настоящий мужчина, вот это мужчина растет. Какой же здесь подвох? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог. И прежде чем мы перейдем к этому полезному видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно смотрите видео до конца. Да, понимаю, что непослушный сын, который не делает уроки, который весь такой эгоист, это тоже нехорошо. И сейчас я вижу такую тенденцию, как часто мамы, они выставляют на показ и гордятся, когда их сын послушный, трудолюбивый, маме дарит подарки, приносит цветы. Ну весь такой настоящий мужчина и в таком раннем возрасте. И казалось бы, круто, растет настоящий мужчина. И подружки обычно что говорят? Вау, какой вот это настоящий мужчина, вот это мужчина растет. Какой же здесь подвох? А подвох в том, что есть вероятность, что этот сын занял роль мужчины для его мамы. То есть он выступает в роли психологического мужа для своей матери. Как обычно это происходит? Много женщин на постсоветском пространстве растят детей самостоятельно, без мужчины. Потому что либо мужчина ушел из семьи, либо развод, и им пришлось самим растить сына. Какая ситуация в большинстве случаев, что женщине нужно и деньги зарабатывать, и выживать, и выплачивать кредит, рассрочку, содержать этого сына, ребенка, либо же детей. И часто даже мужчина, с которым конфликт, которого уже нет в семье, он даже алименты не платит, даже эти копейки алиментов. И часто мама как выглядит? Она уставшая, она не исправляется, у нее не хватает ресурса. То есть она отдает всю себя ребенку, работе, и у нее не хватает ресурса на себя. А любой ребенок, у него есть подсознательное желание, это какое? Чтобы родители были счастливыми. Ребенку очень важно видеть родителей счастливыми. И не важно, раздельно родители, либо он только с мамой живет, либо два родителя вместе. И даже если мать где-то жестоко относится к этому ребенку, этот ребенок все равно подсознательно хочет свою мать делать счастливой. То есть что? Спасать своего родителя. И он психологически замещает роль этого мужчины. То есть он становится либо психологическим мужем для этой женщины, которая не справляется, либо же психологическим отцом. В этом видео я говорю только про сына. И это не исключение, когда эта дочь становится спасателем мамы. Есть примеры, когда дочь становится спасателем папы, растет папиной дочерью. И мать не справилась быть хорошей женой, а я теперь буду лучшей женой, чем мама, которая не справилась. Этого диалога нет в голове у ребенка. Но это то, что происходит на подсознании психологически. Да, есть разные варианты. Бывает такое, что мама прямым текстом говорит сыну, либо своему ребенку, давай, помогай, ты должен быть мужчиной, что-то делай. То есть она рано делает из него взрослым, то есть лишая его детства, потому что ей нужен ресурс, ей нужен помощник. И она считает, что сын же мужчина, это мой ребенок, и поэтому он должен помощником быть, должен помогать мне справляться. И еще, так как между мужчиной и женщиной конфликт, часто эта женщина, она обижена на мужчин, потому что мужчины, главные мужчины в ее жизни, не оправдали ее ожиданий. И часто она эти ожидания перекладывает на кого? На сына. И она из сына, так сказать, лепит, формирует того самого настоящего мужчину в ее представлении, которых в ее жизни нет. И психологически место потенциального мужчины занято теперь сыном. И она потом может говорить, что вот, просто мужчины боятся женщин с детьми, боятся ответственности, поэтому у меня нет мужчины. Да нет, просто возможно, потому что эта женщина замужем за сыном, она замужем за работой, замужем за сыном психологически. И, кстати, из таких сценариев часто вырастают именно маминкины сынки, потому что большинство маминкиных сынков – это некий мамин проект. Каждая мама маменькиного сынка хотела воспитать настоящего достойного мужчину, не такого, как те мужчины, главные мужчины в ее жизни, которые ее разочаровали. Первый мужчина это биологический отец, а дальше муж, или там первая любовь, или там очередной муж. И это чревато для сына, потому что он вырастает взрослым, он дальше что считает? Что он маме должен, у него перманентное чувство вины перед мамой, чувство долгое чувство вины. И дальше он психологически смотрит не вперед, как двигаться к благополучию, создавать свою жизнь, свою семью, и, ну, двигаться вперед. Он психологически вперед он развернут спиной, а лицом к маме, то есть назад он смотрит, да? То есть он развернут, там мама, а затылком смотрит вперед. То есть он в жизни может быть инфантильным, либо маменькиным сынком, либо у него может много не получаться в жизни. Хотя мужчина вроде бы толковый, приятный и вроде бы не глупый. Поэтому, если вы сейчас, у вас есть дети, взрослые, либо маленькие, либо вы планируете детей, особенно если у вас уже есть дети, задайте вопрос себе, а точно ли меня мой ребенок не выступает для меня спасателем? И просто вопрос. Если вы говорите, что точно нет, тогда все окей. Если вы понимаете, что у ребенка есть свое детство, что у него есть свои увлечения, у него есть свои интересы, что он не выступает в роли спасателя, либо психологического мужа, психологического родителя для своего биологического родителя, тогда все окей. Но если вам откликнулось это видео, вам срочно нужно меняться. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок не становился спасателем вашим, что здесь важно? Да, можно об этом поговорить с ребенком, но глобально, когда ребенок видит, что мать реализована, когда ребенок видит, что у матери получается, что она довольна, она развивается, она двигается вперед, она не в позиции жертвы, она не провоцирует жалость у других людей, тогда у ребенка нет потребности спасать маму. Понимаете, да? Тогда у ребенка нет потребности выступать для матери каким-то психологическим помощником. И тогда ребенок живет свою жизнь, он проживает свою жизнь и двигается своим путем. Мы сталкиваемся, многие люди сталкиваются с какой проблемой, мужчиной и женщиной, что я вроде взрослый и взрослая, а родители меня не оставляют в покое. Родители манипулируют, требуют внимания, болеют, если мы не уделяем им внимания. Это как раз именно поэтому происходит, потому что родитель делает из своего ребенка спасателя, либо психологическую помощь. А это невозможно. И как бы ребенок ни старался, он не может спасти родителя. И это приводит, безусловно, к дальнейшим проблемам в отношениях с противоположным полом. И если вы, как женщина, понимаете, о чем я, вам это видео откликнулось, и вы еще больше хотите разобраться в теме психологии отношений, тогда прямо сейчас записывайтесь на абсолютно бесплатный онлайн-курс, вебинары, который называется «Мужчина. Честная инструкция по применению», где мы будем говорить про психологию взаимоотношений с противоположным полом. Как перезагрузить непонятные отношения, как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор, как создавать по-настоящему счастливые отношения. Прямо сейчас под видео кликайте и записывайтесь бесплатно.